Рак мочевого пузыря Клинические исследования связаны с метастатическим раком мочевого пузыря. К сожалению, как и клинические, так и по поведению, то есть по онкологической выживаемости, отличаются данные стадии заболеваний. Если для мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря пятилетняя общая выживаемость составляет 96%, то для пациентов с первичным метастатическим процессом общая выживаемость резко снижается до 5%. И основные цели и задачи, которые мы ставим перед собой, когда сталкиваемся с той или иной клинической формы течения рака мочевого пузыря, безусловно, обусловлены степенью распространенности процесса. Мы сегодня поговорим про мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря, где первичной целью действительно является, во-первых, радикальное удаление этого новообразования в мочевом пузыре, а также уменьшение риска рецидива и риска прогрессии заболевания. Для мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря также первичной целью является радикальное удаление новообразований и при этом посредством применения опции адъювантного либо неадъювантного лечения – это уменьшение риска метастазирования. И, как я уже сказала, сейчас самая трендовая и перспективная область связана с местно распространенным и метастатическим раком мочевого пузыря. Прежде всего за счет того, что внедрение новых опций лекарственной терапии позволяет увеличить продолжительность общей выживаемости у этих пациентов. И при этом сохранять качество жизни у них. Но какую бы мы ни взяли стадию заболевания, любой диагноз у нас начинается с правильной постановки мрафологического диагноза. Колледж американских патологов рекомендует 7 основных принципов постановки гистологического заключения при уротелиальном раке. Внизу я отразила вариант гистологического заключения одного из моих пациентов. И при этом основными прогностическими факторами, которыми мы опираемся на морфологию, это безусловно является вовлечение детрузора, степень дереференцировки опухоли, наличие карциномы инситу, а также редко встречающиеся паттерны и наличие лимфоваскулярной инвазии. Также стоит отметить в начале презентации, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения одобрила пятую версию по опухолям мочевыводящих путей. И если обратить на правую часть слайда, то в данном случае представлен мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря. И там, и там имеется компонент незначительной опухоли high-grade. Но почему-то в верхней части мы выставляем диагноз, что это low-grade, несмотря на то, что там присутствует компонент high-grade. Это нововведение обусловлено тем, что вот эта гетерогенность, когда в случае наличия опухоли low-grade присутствует high-grade, составляет где-то от 16 до 32%. И решили договориться о том, что если патолог видит подобный компонент более чем в 5% исследуемого материала, то гистологическое заключение выставляется как high-grade. Кроме того, дополнением в обновленной классификации является то, что необходимо выделять гистологические субтипы в морфологическом заключении и указывать их процентное соотношение. И почему это важно указывать гистологические по типу? Потому что, к сожалению, редко встречающиеся по типу, такие как плазмоцитойдный вариант, микропапиллярный, саркоматоидный, имеют крайне неблагоприятные показатели выживаемости. И поэтому для таких пациентов, они относятся к категории группы крайне высокого риска прогрессирования, необходимо выполнять изначально уже более агрессивные варианты лечения. Ну а мы вернемся к немышечно-инвазивному раку мочевого пузыря. Обновление клинических рекомендаций Европейской ассоциации урологов. Уже в прошлом году была добавлена информация по поводу подгруппы пациентов крайне высокого риска прогрессии. Это те пациенты, у которых отмечена ОБЦЖ рефрактерность, у которых выявлен редкий гистологический по типу опухоли. И в настоящий момент, уже в этом году в обновленных рекомендациях, градация уже не на 3 группы, а на 4. И в правом нижнем углу QR-код – это калькулятор подсчета степени риска немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Зачем это нам нужно подсчитывать риск? Прежде всего, необходимо для того, чтобы правильно подобрать лекарственное лечение для этих пациентов. Я попыталась сравнить наши клинические рекомендации. Они практически идентичны, за исключением того, что в обновленных рекомендациях Республики Казахстан добавлена уже подгруппа опухолей крайне высокого риска. Для таких пациентов рекомендуется действительно выполнение неотложной радикальной цистектомии. В отношении сопоставления и сравнения рекомендаций ЕАУ и НССН добавление стоит отметить, что появилась градация отдельно уже на тех пациентов, которые БЦЖ-рефрактерные. И для них в крайней нижней части, внизу справа, указано, что уже к терапии в случае БЦЖ-рефрактерности мы можем использовать не только радикальную цистектомию, и другие опции внутрипузырной химиотерапии, пембролизумаб, но и появляется использование вакцин аденовирусом. То есть результаты исследований, которые были в 2019 году, уже в 2023 у нас появляются в клинических рекомендациях. И вернемся к вариантам лекарственной терапии мышечного неинвазивного рака мочевого пузыря. Первичные исследования – это 90-е годы, когда изучалось внутрипузырное введение различных вариантов химиопрепаратов, и в частности плацебо-контролируемое исследование с эпирубицином, когда пациентам в двух группах водился эпирубицин и сравнивалось с простой водой. В результате данного исследования было установлено, что однократная инстилляция после трансурутральной резекции снижает риск рецидива рака мочевого пузыря практически в два раза. Аналогичные данные в отношении риска прогрессии опухоли. Я знаю, что некоторые не любят систематические обзоры в отношении принятия каких-то решений тактики пациента. Тем не менее, систематический обзор опубликован в журнале рабочей группы НССН, который сравнивает между собой исследования, связанные с внутрипузырной химиотерапией. И опять показана эффективность введения внутрипузырной химиотерапии, которая позволила снизить риск развития рака мочевого пузыря на 33%. Кроме того, если просмотреть по отдельным показателям, таких как гистологический потип опухоли, число опухолей, возраст пациентов, то во всех этих показателях внутрипузырная химиотерапия показала свою эффективность. За исключением рецидивирующих опухолей, которые по шкале EORTC набирают более 5 баллов. К сожалению, для этих пациентов статистически значимой разницы по проведению внутрипузырных инстилляций, к сожалению, выявлено не было. Тем не менее, график рецидивирования опухоли на фоне внутрипузырной химиотерапии более благоприятен в случае проведения терапии, в том числе метамицина. При сопоставлении время до первого рецидива опухоли на фоне проведения внутрипузырной терапии наибольшее преимущество показало как раз-таки для метамицина С. Однократная немедленная внутрипузырная инстилляция химиопрепарата позволяет в день проведения, если она была выполнена в день проведения трансуретральной резекции, позволяет снизить риск рецидива опухоли практически в два раза, что отображено в частности во всех наших клинических рекомендациях. Кто-то придерживается введения внутрипузырной в течение 6 часов после операции, кто-то говорит о том, что достаточно, если инстилляция будет проведена в ближайшие 24 часа после операции. Но вернемся к метамицину С. Как пришли к дозировке 40 мг? Опять же, исследование 2001 года, когда исследователями было заподозрено, что все-таки концентрация в 20 мг, она недостаточно, создается делюция препаратов полости мочевого пузыря, и было проведено рандомизированное исследование для пациентов высокого риска с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Две группы метамицин 20 мг с разведением на 40 мл физраствора, и другая группа пациентов 40 мг, но гораздо меньшая делюция всего на 20 мл физиологического раствора. В результате 5-летняя безрецидивная выживаемость была практически в 2 раза выше для пациентов, которые получали метамицин в объеме 40 мг раз в неделю в течение 6 недель. И в отношении частоты рецидивирования также было показано преимущество введения метамицина С в дозировке 40 мг. В отношении применения БЦЖ-терапии для немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря данная история насчитывает уже порядка более 30 лет БЦЖ-терапия. Впервые вообще прокультивированный штамм микобактерия БОВИС был создан в 1921 году, и позже было отмечено, что пациенты, которые переболели туберкулезом, у этих пациентов гораздо реже развиваются впоследствии опухоли. И данная закономерность была проанализирована, и в 1985 году была опубликована работа по применению уже медицинского иммунобиологического препарата БЦЖ. Общие рекомендации у нас сейчас в основном доступны 2 препарата. Я знаю, что на территории Казахстана доступен БЦЖ-МИДАК. У нас это все-таки иммурон-ВАК. Да, существует проблема в доступности препарата. Недавно вышла публикация, в том числе ее перевели на сайте Российского общества онкорологов, что в целом по всему миру отмечается, к сожалению, недостаток в производстве БЦЖ-вакцин и недополучение этой вакцины пациентами. Залог успешной БЦЖ-терапии можно охарактеризовать тем, что у пациента нет персистирующей опухоли Т1, либо выполнен тур макроскопический Р0 и отсутствуют опухоли в простатическом отделе уретры. Как эти два принципа могут нам позволить выполнить успешную БЦЖ-терапию данного пациента? Прежде всего, это заключается в том, что те пациенты, которые находятся на БЦЖ-терапии, они постоянно подвергаются контрольным обследованиям. И если первично у этого пациента было выполнено лечение нерадикально, то при каждом последующем обследовании у вас будут ложноположительные результаты как при цистоскопии, так и при цитологическом исследовании. Другой такой фактор. Я уже ранее говорила о крайне неблагоприятном влиянии лимфовоскулярной инвазии. Было установлено, что пятилетняя выживаемость для пациентов с лимфовоскулярной инвазией практически в два раза ниже сравнения с пациентами, которые не имеют лимфовоскулярной инвазии. Поэтому если в гистологическом заключении у пациента выявлена лимфовоскулярная инвазия, даже в случае немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, к сожалению, этому пациенту БЦЖ рекомендовать не стоит. Кроме того, из принципов соблюдения БЦЖ-терапии и ее успешности необходимо отметить, чтобы у пациента был низкий уровень ирритативной симптоматики, что позволяет выдержать достаточную экспозицию препаратов полости мочевого пузыря. Ну и противопоказания, которые отражены в рекомендациях российского общества и Республики Казахстан, также отражены на слайде. И то, что я уже сказала про крайне редкие ипотипы, тоже свежее исследование 2021 год, когда сравнивали эффективность проведения БЦЖ-терапии в случае микропопулярного рака мочевого пузыря, к сожалению, значимых результатов в случае, если пациенты изначально подвергались радикальной цистектомии либо выполнялась БЦЖ-терапия, для этих пациентов получено не было. Поэтому, к сожалению, пока что для редких вариантов рака мочевого пузыря БЦЖ-терапию применять тоже нельзя. В отношении БЦЖ-терапии на сегодняшний момент известны около 10 штаммов. Между собой практически эти штаммы идентичны по своей эффективности. И в совокупности проведение БЦЖ-терапии позволяет снизить риск рецидива рака мочевого пузыря на 60%, если сравнивать с тех пациентов, которые подверглись только трансуретральной резекции мочевого пузыря. Если эти пациенты дополнительно в последующем получали внутрипузырную химиотерапию, то разница сокращается, но БЦЖ по-прежнему лидирует и позволяет снизить риск рецидива на 12%. В отношении поддерживающего курса при БЦЖ-терапии в случае сравнения только с внутрипузырной химиотерапией также выявлено значимое отклонение в пользу именно БЦЖ-терапии, которое позволяет увеличить интервал до наступления последующего рецидива практически на треть у этих пациентов, что также нашло свое отражение и в показателях выживаемости. В отношении риска прогрессии рака мочевого пузыря поддерживающий режим также показывает свою эффективность и позволил снизить риск прогрессии в переходах в дальнейшую форму рака мочевого пузыря на 27%. При этом, если поддерживающий курс выполняется в течение не года, а трех лет, то вне зависимости, какую концентрацию, дозировку БЦЖ-препарата пациент будет получать, у него будет увеличено время до наступления рецидива на 19%. Таким я вижу в лекарственную терапию мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. Мы движемся дальше. Принципы лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Как я уже ранее говорила, что два основных принципа касаются данных пациентов. Это радикальное удаление новообразования мочевого пузыря и уменьшение риска метастазирования. Интересное исследование 2017 года исследователей Шарох Шариат, который исследовал, насколько происходит гиперстадирование либо недостадирование пациентов, которые подвергаются радикальной цистектомии. И после оперативного лечения были получены достаточно интересные данные, что, оказывается, происходит недостадирование в 42% случаев. А уменьшение стадии заболевания наблюдается только в 22%. В последующем было проанализировано, что значимый эффект на показатели выживаемости как раз-таки оказывает именно патоморфологическая стадия заболевания, которые являются ключевым фактором, определяющим выживаемость пациентов. И я в качестве примера привела, что для патоморфологической стадии Т1 пятилетняя общая выживаемость составляет 63%. В том случае, если пациент имеет стадию Т4, его выживаемость резко снижается до 32%. Как мы можем увеличить эти цифры? Безусловно, началось после предыдущих исследований. У нас появилось две опции возможного введения данных пациентов. Это неодевантное лечение, неодевантное. Я подробно останавливаться не буду, потому что следующий докладчик у нас как раз-таки, его доклад будет посвящен этой проблеме. Но кратко характеризую данное направление. Прежде всего, неодевантная химиотерапия с включением схем на основе цесплатина рекомендуется пациентам с сохранной функцией почек. Поэтому на данный момент у нас не зарегистрировано в клинических рекомендациях проведение неодевантной иммунотерапии для пациентов, которые не способны получить цесплатин в неодевантном режиме. И те исследования, которые показали свою эффективность в отношении рака мочевого пузыря в неодевантном режиме, это использование режима МВАК, либо гемцитабина цесплатина. В случае использования режима МВАК действительно наблюдается такая же частота объективного ответа, однако она сопровождается крайне высокой токсичностью. Если вы посмотрите на нижнюю часть таблицы, нейтропения составляет практически 65% пациентов. Естественно, данные показатели не устраивали клиницистов, и данный режим был переведен в дозоуплотненный режим, ДОУСДЕНС МВАК, который также позволил на фоне применения колонии стимулирующего фактора снизить частоту нежелательных явлений, но при этом достичь значимых показателей объективного ответа, практически 72%. Еще одно интересное направление в отношении лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря это достижение именно лечебного патоморфоза на фоне лекарственного лечения. Исследование 2021 года, относительно свежие исследования, 625 пациентов, которые были подвергнуты неодюантному лечению и последующей радикальной цистектомии. Так вот, лечебный патоморфоз, то есть снижение стадии менее Т2, наблюдался только у 60 пациентов, то есть менее 10% пациентов. Однако, были проанализированы показатели выживаемости у этих пациентов, и для стадии Т0 общая выживаемость составила 89%. Кроме того, если пациенты имели стадию заболевания патоморфологически Т0, либо Т-ин-ситу, то их показатели общей выживаемости увеличивались 4 раза в сравнении с пациентами, даже которые имели первую стадию заболевания. И по поводу одевантного лечения, да, до сих пор ведутся споры, кому все-таки стоит проводить одевантное лечение. Клинические рекомендации, они неумолимо говорят о том, что рекомендуется пациентам, которые способны перенести не менее 4 циклов химиотерапии после радикальной операции для увеличения продолжительности жизни. В отношении одевантного лечения для меня более такое привлекательное исследование является исследование по назначению неволумаба, это исследование Чикмейт-274. Может быть потому, что мне довелось поучаствовать в этом исследовании, наблюдать клинические результаты этих пациентов. Напомню вам, что это исследование рандомизированное по сравнению неволумаба в течение года либо до непереносимости, либо прогрессирования у пациентов, которые ранее были подвергнуты радикальной цистектомии и в настоящий момент либо не подходят, либо отказались от проведения одевантной химиотерапии. И стратификация пациентов выполнялась по уровню экспрессии педели рецепторов, наличию предшествующей химиотерапии и наличию позитивных реагионарных лимфатических узлов. Так вот, вне зависимости от уровня экспрессии педели рецепторов было отмечено, что безрецидивная выживаемость у этих пациентов увеличилась на 30%. В случае, если мы выполняем подгрупповой анализ, то есть смотрим у пациентов, у которых имеется экспрессия педели рецепторов, то такая выживаемость вырастает аж до 47%. Поэтому данная опция в настоящий момент включена в отечественные рекомендации. Если вернуться на предшествующий слайд, на сайте Европейской ассоциации урологов они до сих пор скептически относятся к опции назначения неволумаба, поскольку проводилось аналогичное исследование с назначением в адъювантном режиме отезолизумаба, но оно, к сожалению, не показало своих значимых результатов. В завершении своего доклада я кратко затрону общие принципы лекарственной терапии для пациентов с местно распространенным раком мочевого пузыря и первично метастатическим. На данном слайде я представила общую картину пациентов данного направления, если эти пациенты будут подвергаться только радикальному лечению либо комбинации радикального лечения с химиотерапией. К сожалению, показатели общей выживаемости неумолимы. Для местно распространенного процесса они не превышают в отдельных ретроспективных сериях 44%, а в случае первично метастатического процесса даже не превышают 30%. Поэтому, как я уже ранее подчеркивала, данное направление является крайне перспективным по увеличению показателей общей выживаемости у пациентов данного профиля. Если обратиться к клиническим данным реальным, то по результатам последних исследований 5 лет говорится о том, что, к сожалению, эти пациенты недополучают лечение. В первой линии имеется возможность получить лекарственную терапию, в том числе платиносодержащую либо иммунотерапию, только у 48%. В каждой последующей линии лекарственного лечения возможность, то есть шансы получить лекарственную терапию, к сожалению, снижаются практически вдвое. И это не обязательно всегда связано только с доступностью препаратов либо с качеством медицинской помощи. Сами исследователи описывают проблему отношения к платиносодержащим схемам лечения. Например, исследование СИР по базе данных СИР на основе 1000 пациентов показало, что химиотерапию у этих пациентов практически в 50% случаев вовсе не используют. А если используют, то преобладает схема лечения с назначением карбоплотина. И если используется цисплатин, то в гораздо меньшей процентной доле и, как правило, у пациентов младше 70 лет. И третья проблема, которая имеется у данных пациентов, что в случае даже проведения лекарственной терапии цисплатин, неподходящие пациенты, имеют, к сожалению, крайне низкие показатели общей выживаемости. Поэтому те исследования, о которых мои коллеги будут сегодня рассказывать, крайне важны и интересны для этих пациентов. Но а что мы можем в своей обычной практической деятельности подкорректировать, исправить, чтобы пациенты смогли получить все-таки лекарственную терапию? Как правило, в большинстве случаев неназначение цисплатин либо карбоплотин, содержащий схему химиотерапии, связано с клиренсом креатинина. Маленький, небольшой клинический случай. Как правило, большинство наших пациентов с таким диагнозом это может быть мужчина 70 лет, который имеет первичный метастатический рак мочевого пузыря. Возможно, у него есть гидронефроз, который даже на фоне постановки нефростомии не привел к значимому уменьшению креатинина 140, который составил 140 мкмоль на литр. Уважаемый президиум, скажите, пожалуйста, при 140 мкмоль на литр будете назначать платиносодержащую химиотерапию? А скорость клубочковой фильтрации? Правильно. Считаем скорость клубочковой фильтрации. А как вы ее считаете? Правильно, по формуле. Есть еще упрощенный вариант. Сейчас много вариантов приложений. Ты туда запустил возраст, добавил вес и креатинин. И клиренс креатинина получился 43 мл в минуту. Формула Кокрафта-Голта. Будете назначать платиносодержащую химию? Пересчитаем другими системами, калькуляторами. Скорость клубочковой фильтрации. В рамках инструкции вы рассчитали клиренс креатинина. Но у нас еще есть возможность рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Здесь цифры могут быть совершенно иными. Да. Именно так. Мы в настоящий момент всемирное сообщество по болезням почек, в том числе по хронической болезни почки, рекомендует все-таки перерасчет на рост и вес данного пациента. И, как видите, из данной формулы показатели клиренса креатинина составили уже 52 мл. Будете назначать платиносодержащую химиотерапию? 52? Карбопатин. Ну, будете. Содержащую, да. К чему я привела данный пример? Расхождение для этих пациентов, уже было просчитано, что расхождение вне назначения химиотерапии для таких пациентов составляет 17%. То есть, если мы используем только одну формулу, которая у нас стандартна Кокрафта-Голта, то наши пациенты, то есть, грубо говоря, 17 пациентов из 100, которые придут к вам на прием, недополучат лечение. Отсюда у нас и, возможно, такие цифры на предшествующих слайдах, которые показывают о том, что 50% пациентов недополучают лекарственное лечение. Второй вариант, который можно использовать в данном случае, это исследование сравнивало гемцитабин с цисплатином и схему лечения МВАК, но в оригинальном исследовании цикл лечения был не 21 день, а был 28. То есть, как возможный вариант проведения лекарственной схемы, то есть расщепление этого цикла на 28 дней. Третий вариант. Как уже сказали, что можно использовать на значении карбоплатин, свежее относительное исследование 22-го года, японское, которое, вернусь назад, в котором было 3 группы пациентов, которые получали полную дозировку препаратов гемцитабин с цисплатин, получали редуцированную дозу гемцитабин в соответствии с уровнем клиренса креатинина, там был он 45, и пациенты, которые получали гемцитабин с карбоплатином, у них клиренс креатинина составил 39. Какие результаты мы получаем? По анализам данного исследования, статистически значимых различий ни по выживаемости без прогрессии, ни по опухольспецифической, ни по общей выживаемости для этих пациентов разницы найдено не было. Кроме того, удивляет между собой уровень объективного ответа, который удалось достичь даже тем пациентам, которые получали гемцитабин с карбоплатином либо цисплатин в редуцированной дозе. К чему я привела данные примеры? К тому, что можно клинически подумать, помыслить, найти какие-нибудь клинические исследования и оценить все шансы назначения лекарственной терапии у данного пациента. И уж если он действительно платина, не подходящий для данного лечения, то в настоящий момент у нас имеется сейчас множество опций лекарственной терапии, о которых нам чуть позже расскажут тоже мои колени. И в завершении свою презентацию я бы хотела закончить словами невероятно талантливого писателя, литературоведа, это Абая Кунанбаева, который говорил, что человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным. Я призываю всех сегодня постараться максимально запомнить слова, которые будут говорить участники нашей конференции, поскольку иногда, а в большинстве случаев, они могут улучшить нашу с вами клиническую практику. Продолжение следует...